Доброе время суток! С вами программа Азия, большая игра и ее ведущий Александр Ронкин и мой соведущий политолог Ровик Ильман. А у нас сегодня в гостях киргизский политолог и основатель новой партии «Власть народу» Аркадий Гладилов. Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич! Добрый вечер! Я правильно понимаю, что Аркадий не просто сооснователь, но и член полицовета партии. Это очень важно. Мы объясним потом, почему. Так точно. Я прошу прощения, Аркадий Аркадьевич, мы не будем вводить заблуждения зрителя, и я позволю себе обращаться к тебе на «ты» и по имени, потому что те скромные 30 или даже почти 40 лет, которые мы знакомы, наверное, дают мне такое право, как, впрочем, и тебе. Абсолютно верно, абсолютно верно, царь. И начинали мы очень давно. Аркадий, наш коллега, журналист, известный очень в Кыргызстане, который, видимо, вот, не знаю, от скучной жизни или ради веселой жизни, или ради того, чтобы найти определенные приключения на свою седую голову, либо, может, потому что действительно ему хочется сделать родную для нас страну лучше и, там, продвинуть ее как-то по пути демократии, Аркадий подался в политику. Я прошу прощения за слово «подался». И основал удивительную партию, и что меня поразило до самого, как бы, до кончиков отсутствующих волос. Аркадий Аркадьевич, скажи нам, какую же партию ты создал? Саш, мы договорились на «ты» и по именам, хорошо? Да. Значит, это уже, ну, скажем так, четвертая партия, которую, скажем так, я приложил руку. Мы, конечно, не считая тех партий, с которыми мне приходилось по жизни работать. У меня в виду, что я, вообще-то, никогда не был ни членом коммунистической партии Советского Союза, ни других политических организаций. Но, как-то так получилось, что с начала 2000-х годов, вот, я потихоньку стал от журналистики переходить вот в эту сферу, скажем так, политики. Вот, это более интересно. Честно говоря, я никогда не думал, даже когда работал вот в журналистике, на телевидении, что мне придется когда-нибудь заниматься партийным строительством. Давай, все-таки, скажем зрителю, чтобы они, как бы, не ушли от того, что мы их недостаточно заинтриговали. Аркадий Гладилов является членом полицовета и соучредителем марксистской партии Кыргызстана, которая называется «Власть народа». Если я позволю, я добавлю. В своем фейсбуке 24 декабря Аркадий Аркадьевич написал «Сегодня мы получили свидетельство о регистрации нашей партии «Власть народу». Идейное философское направление – марксизм. Кому не нравится, предложите лучше». Вопрос, вы действительно считаете, что сегодня лучше марксизма ничего нельзя предложить? Я просто, как бы вам сказать откровенно, я первый раз коснулся марксизма, как философского учения, обучаясь в наши застойные советские годы в университете марксизма-лининизма. Был такой вечерний университет. И читали замечательные преподаватели, которые, кстати, потом все уехали в Израиль. Нам читали действительно очень интересные лекции. Многим нам в этом университете тогда открыли глаза на истинную сущность марксизма и сущность того, в чем мы живем. Так вот, я хочу сказать, что первое самое главное, что марксизм имеет очень опосредованное отношение ко всему тому, что было тогда в Советском Союзе. И внимательно изучая даже, я не скажу, что я его очень хорошо знаю, Маркса. Нет, ну, ребята, это нужно действительно обладать таким же умом, таким же талантом, каким обладал Карл Маркс. Чтобы действительно понять все нюансы его учения. Но основные положения, основные положения марксизма, хотя бы в рамках вузовской программы, университетской программы, вот, конечно, я добросовестно простудировал. И откровенно вам скажу, что, ну, ничего более интересного и приемлемого на сегодняшний день, я не говорю для всего мира, для всех стран, для Кыргызстана, для постсоветского пространства. Вот, я не нашел. По большому счету, сегодня, Кыргызстан и другие страны проходят тот период, скажем так, первоначального становления капитализма, какой был в середине 19 века. Поэтому это учение, оно архиактуально еще и поэтому, что временные рамки, они все-таки соответствуют середине 19 века Европы, и вот первая четверть 21 века. Действительно, учение Маркса, и тут можно много говорить, я думаю, это отдельный разговор для, ну, скажем так, для специалистов, то действительно, нужно по отдельным положениям... Я прошу прощения, Аркаш. Я помню эти розынги, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и так далее, и так далее. Эти вещи настолько были вбиты нам в голову, что мы их не забудем никогда и, наверное, в страшном сне будем вспоминать. Вопрос мой вот в чем. Как я себе представляю современную историю, все самые большие провалы экономические, политические случались в прошлом и в нынешнем столетии уже со странами, в которых главенствующей идеологией был объявлен марксизм. Мы можем привести, там, десятки примеров из стран Латинской Америки, мы можем взять примеры и европейских стран, и африканских стран, и так далее, и так далее. И какая-то прослеживалась связь. Вот как только в этой стране объявляют власть, ведущую идеологию, идеологию марксизма, все, значит, считай, завтра упадет национальная валюта, в стране начнется голод и массовое бедство. И ты готовишь такую судьбу, ты считаешь, что такая судьба нужна Кыргызстану? Саш, еще раз говорю. Понимаешь, вот марксизм в объяснении общественных процессов, то есть жизни общества, это вот такое сравнение, позволю я себе, как таблица Менделеева. Понимаешь, Менделеев не вынимает в том, что открыли там уран, урановую группу, радиоактивные элементы, была создана атомная бомба. Менделеев в этом не виноват. Точно так же и Маркс не виноват в том, что его учение, его учение о природе всех процессов общественных, ну, было, можно сказать, извращено, было неправильно понято, было понято примитивно. Очень, даже вот сегодня я вот полемизирую с своими коллегами-политологами, но они, понимаешь, вот, ну, нельзя ставить знак равенства между тем, что было в нашей стране, и, извините, философскими течениями, которые, ну, были еще даже в 18 веке, в 19 веке. Нельзя ставить равенство. Мы должны брать, действительно, это наука, понимаешь, это наука, которая объясняет им, извините, ученые не виноваты, что их либо неправильно понимают, либо неправильно истолковывают. Ну, прекрасно, ты же знаешь, Саш, ты же сам учился и в вузах, и помнишь, что общего было зачастую между, скажем так, учением Маркса, хотя бы прочитали бы добросовестно манифест коммунистической партии, тогда бы уже хоть не было бы ошибок, потому что многие слова, которые, многие мысли, которые Маркс пытался донести, ну, их просто были притянуты за уши, были вырваны из контекста целые положения, целые принципы, хотя, по большому счету, конечно, за 150 лет, когда возникло учение, многое поменялось, многое поменялось. И даже сегодня нельзя ставить знак равенства между тем, о чем писал Маркс, и что происходит сегодня, какие процессы. Поменялось очень многое производительность труда, сами понимаете, поменялось отношение людей, поменялись взаимоотношения между трудом и капиталом, то есть это вот чисто по теории очень многое изменилось, но это не ревизия марксизма, это не ревизия Маркса, это просто новое прочтение. Как вы попробуете прочитать по-новому, Саш, тоже поднятую цену. Почитай по-новому. Арташ, можно я не буду читать по-новому, Саш? Я просто хочу защитить Аркадия и Маркса вместе с ним. Если мы возьмем Китай, который развивается под знаком марксизма, вроде неплохо развивается. С другой стороны, если мы возьмем то количество стран, которые грохнулись после того, как приняли программы МВФ, то я думаю, что их сегодня уже не меньше, чем марксистских стран, которые упали. А еще одна вещь. Я в Украине видел лозунг на улице, который я могу посоветовать Аркадию для его партии. Портрет Ленина и написано, ну как вам живется при капитализме? Вот. Это очень-очень хорошо работающий лозунг. Но я хочу спросить вас, Аркадий. Вы в Фейсбуке написали, что в ближайшее время обещаете выложить нарезку из трудов Папы Карла. Ну, Папа Карла у меня с Буратино ассоциируется. Можно вопрос, ваша любимая цитата из Папы Карла, чтобы просто понять, какого Буратино вы пытаетесь вырезать? Ну, если вас интересует, я даже, готовясь к нашей беседе, я вот тут взял этот мой любимый сборничек, и вот хочу просто зачитать. Господствующими идеями любого времени были всегда лишь идеи господствующего класса. И какой класс сегодня господствует в Кыргызстане? Слава Богу, что Кыргызстан представляет собой уникальное общество, уникальное, скажем, общество, в котором еще не окрепли, скажем так, вот эти капиталистические отношения, в котором еще олигархия, олигархический слой, он находится в таком, знаете, подвешенном состоянии, еще не устоявшемся. Даже наличие больших капиталов еще не делает людей, олигархов здесь, ну, хозяевами, что ли, страны, вот так бы я сказал. Это вот редкое такое сочетание вот феодализма, феодальных каких-то отношений, пережитков вот это, и вот нарождающихся, скажем так, капиталистических отношений. Это уникальное такое, знаете, уникальное равновесие вот сегодня здесь, в Кыргызстане. Поэтому я думаю, что здесь еще можно побороться за социальное государство, за принципы вот социального государства. Еще нужно за это побороться. То есть, если я понимаю правильно, Аркадий, ваша партия, вот, допустим, представим себе, что ваша партия стала ведущей политической силой в стране. Какое государство, какой социальный строй вы собираетесь установить? Что вы будете строить? Я не знаю, коммунизм, социализм, или неомарксизм? Саша, это очень хороший вопрос, но он настолько глобален, что это очень сложно на него даже ответить, так, в двух словах. Мы будем строить для начала, скажем так, постараемся исправить ошибки, которые были допущены за последние 30 лет. Ошибок было очень много и в экономическом плане, и в плане политического устройства, и межнациональных отношений, и так далее, и тому подобное. Вот первый этап, это устранение ошибок. Второй этап, естественно, нужно, если у нас будет база, социальная база, наши задачи, цели, программы, я все это опубликую на своем сайте политки.г, будет наша программа, все, пока я просто не хочу, как документ, я хочу быть именно с комментариями, потому что каждое положение программы, оно очень емкое, его нужно расшифровывать. Так вот, это первое, это устранение ошибок. Второе, все-таки построение основ социального государства, то, что мы имеем, по сути дела, ну, западная Европа, принципы строительства вот в той же Германии, Франции, в других странах, там далеко ушли, извините, в общественном развитии от всего нашего постсоветского пространства. Можно я все-таки, я признаюсь, я человек критичный и циничный. Я бы хуже сказал. Да, и злой, да. Социальные государства Западной Европы построены на основе национального богатства. Эти государства сначала невероятно разбогатели, что дало им возможность делить излишки государственных, как бы, доходов между населением. То есть, строится циальное государство в бедной стране, это строится очередной Колумбии, Лемисуэлу, не знаю что, Северную Корею. Саш, не соглашусь. Не соглашусь. Почему? Понимаешь, Кыргызстан, в отличие от многих других стран, маленькая территория. Население такое же, как в Израиле. Это 6 миллионов, правильно? Территория граждан. В Израиле и Жигевик. Мы растем. Ну ладно. Мы просто очень активно снабжаем трудовыми ресурсами Казахстан, Россию. Сами понимаете, если бы мы не снабжали, здесь было бы 10 миллионов. Ну, сами понимаете, помогаем, надо решать демографическую проблему тоже России. Так вот, что я хотел сказать, что вот если смотреть только от благосостояния плясать, то да мы никогда-то не построим такое социальное государство. Никогда. Так вот, я смотрю, что Израиль начинал с нуля. Ну, я помню по истории, мы же все это все прекрасно помним, как шло становление Израиля как государства. Другие примеры, также взять Финляндию, население тоже, ну, маленькое население, северная страна, великолепные показатели. Тоже не обладает никакими ресурсами, по сути дела, кроме трудолюбия собственного народа и так далее. Вот, поэтому здесь, чтобы добиться, ну, Сингапур, вот очень такой, знаешь, наглядный пример, как можно на клочке земли, там, маленьком, при очень мизинном населении добиться великолепных экономических результатов. Однако Сингапур, позволю себе заметить, ровно противоположный пример от того, что вы собираетесь строить. Сингапур совершенно не марксистская страна, Сингапур, как бы, ровно... Ультракапиталистическая. Ультракапиталистическая. А вот Израиль строился, как социалистическая страна, и пока в Израиле строил ли социализм, то уровень экономического роста был в два раза выше, чем при капитализме. Так вот, а кто сказал, что мы собираемся строить социализм? Ребята, я так, по-моему, этого не говорил. Я говорил, что мы за основу своей философии берем марксизм. Потому что лучше марксизма, лучше маркса, никто природу общественных и экономических отношений не изложил. Это не говорит о том, что мы собираемся строить коммунистическое общество. Это слишком далекая перспектива. Там, извините, до нее не доживут ни наши, ни дети, ни правнуки. Поэтому здесь об этом даже речи быть не может. То же касается социалистического государства. Этого нет в нашей программе. Социальная и социалистическая это разные вещи. А Аркадий, если позволите, я вам помогу сформулировать. Аркадий хочет построить в Киргизии шведский социализм, но с киргизским разрезом класса. в Киргизии. Можно так сказать, можно так сказать, да. В принципе, речь не идет об обществлении средств производства, национализации. Нет, ребята, должна быть такая, скажем, грамотная, это уже мы перешли к экономическим вопросам. Тут должна, здесь, понимаете, действительно, у нас еще предстоят и, думаю, будет широкая полемика по выбору экономической стратегии партии. Мы только создались, мы только родились, понимаете. Естественно, мы вот в числе наших инициаторов, у нас несколько человек, вот мы обдумывались все эти моменты, мы обсуждали, очень много говорили, очень много, скажем так, выбито чая и кофе за этим обсуждением. Поэтому здесь столько все выксестерализовывается, скажем так, наша будущая и политическая платформа, и экономическая платформа. Поэтому здесь нельзя сказать, что все будет в одночасти. Но нас вдохновил опыт нашей братской Украины. Вот скажу честно, Саша. Давид. Опыт Украины, вот именно это просто, я считаю, феноменальный момент, который действительно заслуживает более внимательного изучения. Не говорю копирования, но изучения. Поэтому я думаю, это когда партия слуга народа и тот же Зеленский за считанные, за четыре года какие-то, они стали сейчас ведущей силой политической на Украине. Это, извините, в воюющей стране, в стране, которая переживает серьезный экономический кризис. Это очень сложно. Поэтому я считаю, что Зеленский за этот год он сделал архимного. Он остановил войну худо-бедно, договорился по газу с Россией. Это очень-очень серьезно. Я скажу, что в этом году, в новом наступившем году, я буду еще уверен, что в Зеленский уже скоро восстановится и авиаснабжение между Киевом и Москвой, восстановится жизнедорожное сообщение и потихоньку пойдет процесс восстановления отношений не, скажем так, не с тем вот, скажем так, не с политическим режимом, тут не надо ставить, но чисто из экономических. Поэтому нам тоже, вот в Кыргызстане, нам предстоит тоже очень внимательно все это изучить. И я думаю, что мы тоже будем как-то наблюдать и в своей деятельности тоже постараемся этот опыт учитывать. Скажи, пожалуйста, вы рассчитываете уже принять участие в ближайших выборах? Саша, это все зависит, скажем так, от целого ряда факторов. Мы сейчас начнем после праздника. Насколько я понимаю правильно, через год выборы, да, парламентские? Нет, уже в этом году, в 2020 году, осенью будут парламентские выборы. Я сегодня уже, да, я сегодня у меня уже были встречи с интересными людьми, бывшими политиками, которые сейчас уже немножко не удел. Они готовы нас поддержать, говорят, слушай, нам нравится и ваше, скажем так, философская доктрина, и ваше устремление, скажем так, навести порядок в стране. то есть, я думаю, что будет спрос на нашу идеологию, но я не думаю, я не думаю, что это будет, что мы успеем к выборам сформировать достаточно мощную политическую силу. Это, все-таки, потребует очень больших денег, очень потребует... Это как раз ты немножко забежал вперед, это был, наверное, следующий мой вопрос, и тот вопрос, который, думаю, что и Давид очень хотел бы задать, поскольку он один из ведущих политтехнологов в нашей стране, во всяком случае, на Русской улице. Да, вот вопрос. Аркадий Аркадьевич, деньги откуда? Без выборов деньги не делаются, без денег выборов не делается. Ну, я скажу, Саш, пока особых денег у нас нет, и пока у нас, ну, скажем, нет такой потребности. Пока, пока. Шусьмены в Юге? В деньгах у них нету. Ты понимаешь, я первый раз увидел человека в политике, у которого нет потребности в деньгах. Шусьмены в Юге? Я считаю, что всегда деньги должны идти под конкретные цели, под конкретные программы. Вот, а не просто так. Просто так можно прожрать все, что угодно, знаешь, спустить любые деньги не хватит. У меня, просто сам понимаешь, у меня остался, ну, материальная база осталась от бывшей партийной деятельности, мини-типографии, там, ну, компьютеры, кое-акой опыт в организации, вот, мы зарегистрировали газету уже, образцы, у нас будет, все-таки для, такое, СМИ, на бумажном носителе, потому что для отдаленных районов, особенно Туркестана, где, у нас горное место, сам знаешь, не везде, даже интернет, и телевидение достает, вот, все-таки, приходится пользоваться, вот, то есть, у нас уже есть зарегистрированный, с таким же названием, власть народу, будет газета, на русском, на кредитском языке, вот, пока сайт будет мой, полит Кэйджи, обслуживать, в принципе, этого достаточно, вот, хороший сайт, сайте, но деньги нужны, естественно, вот, вопрос, где их взять, это всегда очень интересный вопрос, вот, помните, по теории, скажем так, партийного строительства, большевики, либо брали деньги за границей, когда финансировали, ну, соответствующие структуры, вот, запада, вот, либо, экспроприация, правильно, да, был еще марьяжный способ, выдавали большевиков, за дочек купцов, и приданное отдавали в партии, был третий вариант, марьяжный, так называемый, Ленин его очень любил, вот, ну, пока для нас не подходит ни один, ни второй, ни третий, вот, вот, там, например, потому что малейшая, скажем так, помощь, у нас даже многие НПО, в Кыргызстане, которые, вот, пользуются поддержкой финансовой из-за границы, они переходят в разряд иностранных агентов, ну, для партии такое вообще неприемлемо, неприемлемо, понятно, можно последний вопрос, внешняя ориентация вашей партии, вот, лично, вас, я сегодня много этот искал в поисковиках, я посмотрел, у вас есть выступление с оправданием присоединения Крыма к России, у вас есть выступление против синофобии, ну, ненависти к китайцам, у вас есть несколько выступлений, касающиеся киргизско-казахских отношений, у меня вопрос, каким вы видите вот внешнюю ориентацию Кыргызстана в случае, если вы будете играть доминирующую роль в киргизской политике? Ну, тут однозначно, как мы, скажем так, давно уже об этом говорим, что внешняя ориентация, все-таки Кыргызстан должен в первую очередь свой интерес, не важно там, кто, естественно, мы прекрасно понимаем, что жить в обществе и быть свободным от него невозможно, что прекрасно понимаем, что жить в окружении сверхдержав, таких как Китай, Россия, вот, и быть, скажем, независимыми от них, это нереально, естественно, мы будем зависеть и от Китая, очень сильно зависимы, от соседнего Казахстана, Узбекистана, мы очень сильно будем зависеть от России, гораздо меньше зависимость наша от Евросоюза, от Соединенных Штатов Америки, здесь зависимость, скажем так, опосредованная, поэтому и Кыргызстан будет, я думаю, что мало что во внешнем курсе изменится, мы также будем, хотим этого, нравится нам это, не нравится, мы будем пристегнуты к Евразийскому экономическому союзу, пока, пока другого варианта у нас нет, мы также будем, скажем так, искать более тесные контакты со странами Запада, потому что это и новые технологии, это и, скажем так, гораздо более такие глубокие отношения должны быть, вот, мы также будем, я думаю, вот охлаждение отношений с Соединенными Штатами, Соединенными Штатами Америки, они, скажем так, были вызваны более комитутными нюансами внутри Кыргызстана, вот, чем политической необходимости, вот, но, тем не менее, я думаю, что по-хорошему взаимодействие должно быть и с США, и с другими странами, поэтому здесь, я так думаю, что особых как-то изменений во внешней политике нам нельзя делать, мы маленькая страна, тут нужно тоже давать должное, мы маленькая страна, и мы должны, как вот там, ну, маленькая лодочка, очень чутко маневрировать между большими странами, чтобы нас не затерли, чтобы мы не исчезли вообще с политического поля. Понятно. Поля. Спасибо. Еще один момент я бы хотел, Дарья, Саша, вот, мы внимательно сейчас вот, мы давно уже носимся с идеей, вот именно хотели как-то каким-то образом реанимировать коммунистические партии, посмотрели на их состав, посмотрели, кто им занимается, эта идея у нас сразу, ну, скажем так, отпала. Вот, мы хотели другими политическими силами тоже как-то взаимодействовать, чтобы их тоже и потом все-таки решили, что лучше всего идти. Почему? Почему? Вот очень важный момент. Вот сегодня вот эта идеология марксизма, она как никогда востребована. По крайней мере, у нас в Кыргызстане. Не знаю, как там на Западе, как в других странах, я не могу не сказать, но вот на всем постсоветском пространстве, я, как и ты, довольно часто тоже бывал и в России, и в других республиках, и в Крыму был. Я скажу так, что вот эта идеология невозвращения, только поймите правильно, невозвращения Советского Союза, но реанимирование вот тех принципов нравственного устройства, вот этих принципов хотя бы какой-то видимости справедливого распределения каких-то средств, понимаешь, справедливости, это очень востребовано, очень востребовано. И сегодня, видите, все плохое забывается рано или поздно, и вот граждане бывшего СССР, они запомнили, конечно, они запомнили все хорошее, что было в ту эпоху. Их, вот это вот на ностальгии только можно Аркаш, может быть, тогда назвать партию не власть народа, а партия ностальгия? Ну, как бы. Нет, это, ну, как понимаешь, на ностальгии одной ничего не построишь. Потому что мы все-таки больше упор будем делать на работу с молодежью. Хотим этого, не хотим, все-таки молодежь, это должна быть ну, двигающая сила любой политической организации. Но с ней нужно очень интенсивно работать. У молодежи нет ностальгии по тем советским винам. Они уже многие родились, когда уже Советский Союз распался. Сам прекрасно понимаешь, но у молодежи, молодежи, они, смотря на фильмы вот той эпохи, слушая рассказы стариков, у них сформировалось совершенно уникальное представление о той эпохе, о советской эпохе. Хорошо, мы, пожалуй, сегодня на этом закончим, потому что ту тему, которую ты сейчас поднял, она достойна отдельного разговора и о том, что нынешняя молодежь смотрит фильм «Кубанские казаки» и думает, что именно такими и были советские колхозы. Знаете, есть у Вознесенского такие стишки. Я не знаю, как остальные, но я чувствую настоящую, не по прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Мне кажется, что жителям Киргизстана очень сильно не нравится их настоящее во многим. Именно поэтому возникает и ностальгия по-прошлому и так далее. А в любом случае большое спасибо Аркадию Гладилову. И последнее, что я хотел бы сказать. У меня, вот честно скажу, нам нечего друг от друга как бы скрывать. У меня есть большие сомнения в успехе этой идеи, хотя я желаю ее успеха. В чем у меня нет совершенно никаких сомнений, это в честности и как бы прозрачности намерений моего товарища Аркадия Аркадьевича Гладилова. И дай Бог, чтобы твои идеалистические принципы были воплощены в жизни, я буду только рад. И успеха ему в новом году и в наступившем десятилетии. А с вами была программа Азия. Большая игра и ее ведущие Александр Ронкин и Гавик Айгайман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Азия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова